В центральном круге Гудетто не претендует Зато на него претендует Интер И претендует вовсю Тем более, что обе команды Отлично знают результаты матчей Состоявшихся накануне Это самая последняя игра Тура И Эктор Купер, который на ваших экранах Крупным планом тоже все прекрасно знает Он знает, что Ювентус в туринском дерби выиграл Но кто бы в этом сомневался И теперь его команде Необходимо Обыгрывать Рому Для того, чтобы продолжить Чемпионскую гонку Кроме того, все знают, что Неудачно сыграл Милан, который уступил Парме Парме накануне Со счетом 0-1 Таким образом, на данный момент Милан отстает от Ювентуса На 8 очков Интер, соответственно, на 6 И поэтому потери Очковый и в планы Интера Тем более на своем поле Никоим образом Не входит Игра началась Сейчас я вас постепенно познакомлю С составами Тут у нас некоторые проблемы На сей раз Возникли Но сегодня такой день У нас Достаточно бурный На канале И суперматч ЦСКА Спартак В российском чемпионате Обзор тура И масса всяких прочих Трансляций Так что уж простите За некоторый сумбур В моем исполнении В начале этого репортажа Ну, будем постепенно Разбираться Кто есть кто Повторяю, составов у меня под рукой нет Ну, слава богу Всех в лицо мы знаем Поэтому сейчас по Персонали Выясним Кто играет Ну, вот обороны Интера Видимо, сегодня так выглядит Слева 77-й номер Коко 13-й номер В центре обороны Фабио Каннаваро Справа, очевидно Хавьер Дзанетти Четвертый номер Вот он мелькал Как раз в кадре Второй номер Иван Кордоба Альваро Рекоба И Вьери На поле Они впереди Где Батистута Я пока не вижу Консесау Вышел в основном В составе Под седьмым номером Это Кристиано Дзанетти Делает передачу Назад На Хавьера Дзанетти И Интер Контролирует Мяч Дибьяджо Также сегодня Вышел в основном В составе Но, судя по всему Батистута нет Рекоба На своем Любимом месте Нападающего Вышел на поле Да, кажется Вот всех мы с вами И назвали Итак Теперь уже Спокойно И по порядку Вот опасный момент Удар Рекоба И причем С правой ноги Альваро Прикладывается К этому мячу Батистута Остался в запасе Ну вот так вот Не удастся По крайней мере С первых минут Габриэлю сыграть Против своей Бывшей команды С назвалом Результаты Матчей Состоявшихся Вчера и сегодня Брэша Аталанта 3-0 Перуджа Болони 1-1 Кьево Удинезе 3-0 Пьяченца Модена 3-3 Ювентус Торино 2-0 Лацио Кому 3-0 Реджина Эмполь 1-0 Парма Милан 1-0 Что же получается Ювентус 60 очков Интер 54 Милан 52 Лацио 48 Парма 45 То есть вверху Ничего не изменилось Поскольку и Лацио Парма И Кьево Выиграли Разве что Лацио Подтянулся к Милану Отстает лишь на 4 очка Внизу Пьяченца Кому Торино Замыкают таблицу По-прежнему Аталанта В зоне вылета 28 очков Эмполь Там же оказался 28 очков Реджина Чуть поднялась Вверх Выигравшую Эмполь У Реджина 29 Здесь же Поблизости Емодена Очки Потерявши Вот такая ситуация В турнирной таблице И теперь все Внимание К игре Между Интером Между Интером И Ромой По порядку Все-таки С номерами И со всем остальным О состав Франческо Тольдо В воротах Интера Оборона Четвертый номер Хавьер Дзанетти Капитан команды справа Франческо Коку 77-й слева В центре второй Кордоба 13-й Каннавару Хавбеки Два опорных Луиджи Дибьяджу 14-й Шестой Кристиан От Занетти Под нападающими Пятый Белозаглу МР Ну фактически Без левого Хавбека играет Интер Который может Открыть счет Франческо Антониоли Пилицули Защищает ворота Антониоли Пилицули Выручает свою команду Интер играет явно С хорошим настроением И с преимуществом В первые минуты Этого матча Впереди Кристиан Вери 32-й номер Альваро Рекоба 20-й Батистута В запасе И Креспо Я вас поздравляю Уважаемые болельщики Интера Эрнан Креспо В запасе Вот так вот Быстро он восстановился После своей Жуткой травмы И Вот готов он Уже в ближайшее время Помогать Своей команде Так что с Интером Мы разобрались Дальше Рома Так почти всех Я уже увидел На поле Правда Номера не у всех Здорово читаются Но так по позициям Вроде бы Следующий у нас Возникает Расстановка Ромы Пилицели 22-й номер В обороне В центре 6-й Алдаир 19-й Есть на поле Самуэль И Пожалуй Что На поле По-моему Пануччи 23-й номер Вот три Защитника Хавбеки Здесь все без изменений Восьмой номер Лима 32-й Канделя 11-й Эмерсон И 15-й Дакур Да, вот Дакура узнать Опознать легко Точно так же Как и Эмерсона И три нападающих Это трио Приносит Роме Удачу В последних матчах Уверенно играет Это Этот атакующий Треугольник Дельвеки 24-й 18-й Кассано И чуть в оттяжке Капитан команды Франческо Тотти 10-й Номер Калину я вам представил Вот, пожалуй, и все Что касается Формальностей Связанных с проведением С проведением Этой встречи Очень много было Различных разговоров О том, кто Фаворит Кто не фаворит В этой встрече Оценивались перспективы Той и другой команды Но К какому-то определенному выводу Эксперты итальянские Прямо скажем Не пришли Очень много Сюжетных линий Различных Переплетаются В этой встрече Прежде всего На поле Друг против друга Играют Вьери и Тотти Которые великолепно Взаимодействуют В сборной Италии Очень высоко Пресса оценила Их Игру За Складроадзору Против Команды Финляндии Но сегодня Оба футболиста Решают совершенно Разные задачи Рома В турнирной таблице На данный момент Находится На Восьмом месте И отстает от Удинезе На пять очков Так что если Рома На четыре очка Так что если Рома выиграет То она Вплотную приблизится К зоне УЕФА За лигой чемпионской путевки Ну невероятно Чтобы Рома В эту борьбу включился Но за путевку УЕФА Вполне может Рома побороться Ну и вообще Как говорили футболисты Этой команды Перед матчем Им терять нечего Их задача выйти Показать все На что они способны Сыграть Постараться раскрепощено В конце концов Никакой трагедии В зоне вылета Рома вовсе не находится Никакой трагедии Если Рома вдруг проиграет С командой не случится Вот Поэтому Все мысли футболистов Были связаны Исключительно с тем Чтобы Показать В нормальный футбол Сыграть по возможности Красиво И результативно С Интером Гораздо более сложная Психологическая ситуация Поскольку ответственность За результат Очень даже Сильно И кстати говоря Альваро Рекоба В одном из Интервью Не этого года А вот в предыдущие сезоны Как раз жаловался на то Что в такой атмосфере В которой играет Интер Да и я должен сказать Что не только Интер А любая Вот такая большая команда Интер Северная Особенно Интер Милан Ювентус В первую очередь Ну и Рома Рома особая статья Безумная атмосфера Которая в вечном городе Царит вокруг футбола Но вот Тот прессинг Болельщиков Прежде всего Не столько журналистов Под которым Оказывается команда После неудачных матчей Вот Рекоба Как раз говорил Что играть в этой атмосфере Очень сложно Когда Болельщики Не прощают Ни одной ошибки Ни одной помарки Освистывают После неудачных матчей Забрасывают автобус Камнями Там И списывают Ворота базы Неприличными словами Все это конечно же Не может Благотворно Повлиять на Психологическое Состояние Команды Так что В этом плане Интеру В сегодняшней И перед сегодняшней встречи Было Несравненно тяжелее Нежели чем Роме На что Сразу же Стоит обратить внимание На то что Консесао Который проводит В целом Не очень удачный сезон Появился сегодня В основном в составе Лишний раз Купер подчеркивает Этим что так По ходу чемпионата И не нашел он Идеального кандидата На место правого полузащитника И вот уже С прицелом Следующий сезон Все мысли Основные мысли Марати Связаны как раз С поиском Квалифицированного Правого полузащитника Не случайно Идут все время Разговоры о Дэвиде Бекхэме Мауро Камаранези Также Идеальный по идее Кандидат для Интера на эту позицию Но у Камаранези Там сложные Контрактные взаимоотношения С Вероной И Ювентусом Там трансфер напополам Принадлежит И тому и другому клубу Так что посмотрим Вот сегодня Консесао Вышел в основе Поскольку игра Гули Игра других футболистов Которые пробовались На этой позиции Того же Акана Она явно Купера не устраивает Ну тем более что Акан получил травму Правда уже восстановился И в сегодняшнем матче Он участие в принципе Принять может Правда Находится Пока в запасе Рома Играет от обороны В начале этой встречи Использует длинные передачи вперед Тотти упал Но Калина Никаким образом Не отреагировал На его падение С мячом Надзан эти Делает передачу назад Иван Кордоба Опять назад На Тольдо Для Интера Видимо очень важным Будет сегодня Максимально Обезопасить Свои ворота И избежать Избежать Ненужных ошибок На своей половине поля Которые могут привести К взятию ворот В самый неподходящий момент Ярчайший тому пример Это сегодняшняя ошибка Спартаковца Олега Пестрякова Который На девяносто первой минуте Пошел в обводку На корявом поле На своей половине Ну и чем все это закончилось Все прекрасно знают Арбитр Иванов Совершенно здесь ни при чем Но это так Слово Просто я думаю Все Нормальные люди Интересующиеся футболом Не могли не смотреть Сегодняшний матч Российского чемпионата И наверное до сих пор Я по крайней мере точно Нахожусь под его впечатлением Довольно сложно Переключиться на Итальянский чемпионат Но будем пробовать Это делать по ходу По ходу Игры Что касается Креспа То он не играл С 12 января Именно тогда он получил Травму в Модоне Речь шла о том Что он практически До конца сезона выбыл Но вот так вот Играть еще довольно много До конца чемпионата И если Действительно Креспа восстановился Полностью Сейчас поля в Италии Пришли в идеальное состояние Видите какой роскошный газон На Сансиро Его перестелили И здесь уже Риск получить травму Усугубить Травму Если она Ну в Италии не может быть Такого чтобы Не до конца Залеченной травмой Игрок попадал в заявку То Креспу Безусловно помочь Своей команде Сможет И появляется Наконец у Купера Выбор в атаке А то бедняга Особенно в Лиге чемпионов Вообще оставался Без нападающих Один Нигерец Мартин сыграл Но правда Вот В Ливеркузе не отыграл Он здорово Несколько сумбурная игра Не очень высокий темп Но Очевидно волнение Прежде всего На действиях Интера Сказывается И боязнь допустить Ошибку Эмре Делает передачу вперед Толкают спину в Ере Молчит свисток Калин Авторитет у этого арбитра Настолько Колоссален Что Может Допускать Дикие ошибки В одну сторону В другую Никто даже И перечить не будет И Возмущаться Действиями Именно этого судьи Но для того Чтобы такого Авторитета добиться Нужно Действительно Очень и очень Постараться Причем Авторитета Прежде всего В глазах Футболистов Которые очень редко Перечат Калини И всегда соглашаются Пусть И со спорными Решениями этого Судей Нелегко это дело Обслуживать матчей Такого Накала Кристиану Дзан Эти делают пас вперед А это Кристиан Вьери Консесао Подача В штрафную Не получилось Угловой будет подавать Интер Действительно Очень много было разговоров О Гипотетической связке Вьери Справедливо Совершенно Напомнил Что Тотти забил 23 мяча В чемпионате Без помощи Тотти Ну а Вьери Не устает повторять Что на его взгляд Тотти идеальный Для него ассистент Ну с Купером Сложно Согласиться Не согласиться Действительно Выдающуюся Результативность Продемонстрировал Кристиану Ере Без помощи Тотти В своем клубе Марко Дельвекио С мячом Небольшими силами Рома Переходит в атаку Пока совсем выпадает Антонио Касано Практически не касается Мяча Ну возможно Его время еще Придет Президент Сенси Президент Ромы Острый на язык И Никогда не стесняется Он в выражениях Вот как раз Не зря я заговорил Показывает нам Батистуту Сенси Назвал Батистуту Дутой фигурой Перед этой встречей Чем Возмутил Очень сильно Болельщиков Интер Ну и болельщиков Фиорентины Для которых Батистута Остается кумиром В Роме он провел Не так много времени Чтобы стать Любимцем Тамошней публики Ну вот Сенси Относится К той категории людей Которые Могут себе позволить Даже самые жесткие Самые жесткие Выражения Ну и кстати Тоже сегодня Вот наверное И завтра Будет очень много В прессе У нас уделяться Внимание Обсуждение Того что Сегодня Президент Спартака Андрей Червиченко Сказал на послематчевой конференции Ну просто Это все в диковинку И в новинку Для России В Западной Европе Абсолютно нормальная ситуация Не нужно все это Воспринимать Хороший удар Тотти Ваши ворот Не нужно все это воспринимать Как-то там В штыки Или Слишком Большое внимание Так сказала Уделять обсуждению Такого рода Выступлений Для Италии Абсолютно нормальное явление Когда Президент Того или иного клуба Может быть На пресс-конференции Этого не происходит Но тем не менее Тиражируется во всю Потом Тот же Сенси Неоднократно Высказывался Так жестко Против Но правда не против Руководителя всего Итальянского футбола Хотя На самом деле Здесь Это как раз проблема Которую нам здесь Внутри России Нужно решать Поскольку в Италии Президент Федерации Футбола К чемпионату Италии В серии А Не имеет ни малейшего отношения Поэтому уж если Наши создали Российскую футбольную Премьер-лигу То извольте уж Господа сами Разбираться с судейством И со всеми прочими вопросами А то действительно Получается Неправильная ситуация Когда вроде есть Орган РФПЛ Проводящий чемпионат И есть еще федерация Которая подчиняется Самое главное Что есть То есть Судейство Порядок И обеспечение Всего на свете В матче Российского первенства В Италии В Англии Это просто невозможно На то и создана Коммерческая структура Вернее не коммерческая Если говорить Юридическим языком Соответственно Премьер-лига Английская Серия А Итальянская Как раз тем Чтобы чемпионат Ведущий клубов Проводился Независимо И судьи И все прочее Все это Находится в подчинении Непосредственно Если мы говорим Об Италии Леге Кальчо Но вот по этой Леге Кальчо Сенси Президент Рома Проходится Как вы знаете Практически Еженедельно Обвиняя Галиани В подкупе Судей Но абсолютно Нормальная ситуация Для Италии Господа Поэтому Не стоит Так уж сильно Обращать На все это Внимание Ну О том Что заговор Против Рома Существует Сенси Объявил В самом начале Чемпионата Еще даже Когда Чемпионат Не начался Обвинил Галиани В том Что тот Пользуясь Служебным положением Президента Леги Кальчо Назначает На матче Милана Удобных для себя Судей А на матче Рома Наоборот Судей Так сказать Неугодных Роме И так далее В общем все эти разговоры Неотъемлемая Скажем так Часть Антуража Футбольного Хотя к происходящему На поле Не всегда это имеет Прямое отношение И об этом тоже Не нужно забывать Те же футболисты Ромы Уж простите Если вам кажется Слишком длинным отвлечением Но повторяю Все таки Впечатления От матча С Каспартак Еще слишком свежи Но при этом Мостик мы с вами Прокладываем Между тем И другим событием Те же футболисты Ромы Ведь по ходу Этого сезона Неоднократно говорили Что дело Отнюдь не в судействе Хотя да Если так уж Придирчиво подсчитывать Сколько было Свистков Неоправданных Не в пользу Ромы Сколько было Назначено пенальти Или не назначено Пенальти В те или иные ворота В общем Получается Статистика Для Ромы Не очень хорошая И можно действительно Подумать о том Что судьи ополчились Против этой команды Но сами футболисты Прекрасно все понимают Они же играют На футбольном поле И объясняют Прежде всего Неудачи Потери очков Своими собственными Ошибками Поскольку моменты Которые Ромы создает В каждом матче Не всегда Реализуются Допускаются ошибки В обороне Ну и Что ж тут Все валить На суде По крайней мере Футболисты Ромы В этом себе Отчет Отдает Ну а Руководители Президента На то Они и президенты Чтобы иметь право Всякими громкими Высказываниями Как бы Накалять атмосферу Ну тем самым Привлекая интерес И к себе И к своему клубу В общем поставим Здесь точку Сосредоточимся Вновь на игре Которая пока Так не очень Впечатляет Много ошибок И стоит с другой стороны Не заметен Тотти Не заметен Кассан Рома пока в атаке Не особенно себя Проявляет Но в основном Стараясь Не задерживайте Себя мяч Побыстрее Доставляя его На чужую половину поля Хороший момент был У Рекоба В самом начале игры Ну и Тотти Отметился тоже Прицельным ударом Из-за пределов Штрафной площади Так в основном Игра проходит В средней линии поля И преимущество Вот теперь К этой минуте матча Уже сложно отдать Одной из команд Хотя поначалу Казалось что Интер играет Более Свежо Более Скажем так Оживленно Что ли С более Высоким уровнем Мотивации С более Ведь Продолжение следует... Победа! Победа! С более «М Hundreds of метode» «М reflexes» «Мransferно вемьe» Ну и еще возвращаясь к Батистуте, надо сказать, что Купер Довольно подробно прокомментировал, как было заранее известно, что Батистута скорее всего останется в запасе Купер прокомментировал это следующим образом, он сказал, что к Батистуте у него никаких претензий нет Батистута оправдал в принципе те надежды, которые на него возлагал Эктор Купер Но при этом тренер подчеркнул, что у нас в команде здоровая конкуренция И Батистута имеет точно такие же права претендовать на место в основном составе, как и все прочие футболисты В том числе и в Ере, в том числе и Рекоба И решение принимается непосредственно перед матчем, исходя из тактических соображений Исходя из готовности конкретного футболиста в конкретный день конкретному матчу Вот именно исходя из этого, сегодня Батистута пока остался в запасе Подчеркнул Эктор Купер, что это вовсе не означает, что он потерял доверие к аргентинскому нападающему Вот новая римская звездочка Антонио Кассано Попытался обыграть Эмре, не удалось Эмре сыграл в отборе, Кассано считает, что с нарушением правил У Калины и его бокового помощника Иное мнение по этому поводу 20 минут первого тайма позади, счет 0-0 Рекоба делает передачу вперед, хороший пас на Вьере Так нервничать начинают Самуэль и Альдаир, когда мяч летит в сторону Кристиана Вьере Но действительно забивает практически в каждом матче Что за сборную, ведь два мяча Финляндия забила именно Вьере Что за свой клуб, да глаз, да глаз за этим форвардом Ну и от Рекоба, наверное, сегодня все ждут Вот такой вот игры и пробить Ах, здорово, какой Ох, какой момент, а Да, вместо Рекоба, конечно же, на первой линии атаки Сколько уже раз Рекоба, кстати, вне игры был, по-моему, в Ере Что покажет арбитр, интересно Удар от ворот или офсайд Но неважно, все равно Рекоба сыграл очень здорово В этой игровой ситуации Почему-то титр Фонтана, вовсе это не Фонтана, а Рекоба Так вот, Рекоба сто раз говорил о том, что на фланге ему очень неуютно Что уходит время на то, чтобы адаптироваться на этой позиции На которой он не очень понимает, как вообще ему играть Его место впереди Но пока Был бы Тестута Отвечавший требованиям Купера в форме Рекоба Играл на фланге Это вызывало большое удивление, на самом деле, журналистов Итальянских и полемики По этому поводу было очень много На каждой пресс-конференции бедного Купера все время мучили вопросами Зачем он играет в три нападающих Оправдана ли такая схема в три нападающих Не очень ли это рискованно Ну, Купер как-то от журналистов более-менее отбивался Но вот в сегодняшнем очень важном матче Все-таки решил он отойти от этих экспериментов Сыграть в два форварда И отправить Рекобу туда, где действительно Рекобе уютнее И где Рекобе может Приносить, наверное, больше пользы своей команде Пока Рекоба хорош, заметен Слева Дельвекио набирает ход Касану неплохо разыграли мяч они с Тотти Но против Касану тоже очень внимательно сыграли А слева Докур видит Видит, а передачу делает Удобную сделал Канделян ведет борьбу за мяч Будет ли свисток? Нет Калинсу не решил судить только откровенные фолы Дает играть контратака Ромы И Интера Рекоба вновь здорово разобрался с Панучи С каким желанием Альваро играет в сегодняшнем матче И Лима отошел назад Поставил корпус Не позволил Вьере подобраться к этому мячу Пилиться ли? Свободный удар будет пробивать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вьера Играет музыка. Играет музыка. А Маратти, как сообщает итальянская пресса, вроде бы с такой просьбой, с таким предложением к Сенси обратился. Так вот, Сенси сказал, что я Массиво Маратти вообще ничего не ответил по этому поводу, потому что Маратти сегодня на моей стороне, а завтра на стороне Голиани. Так что вот это вот противостояние, треугольничек Рим-Интер-Милан, он присутствует, добавляет интриги вот в противостоянии клубов не только на футбольном поле, но и за его пределами. Но самое главное, что федерация футбола Италии здесь совершенно ни при чем. Она в процессе не участвует, и к этому нужно стремиться и нашему российскому футболу. Федерация должна заниматься сборной, сборной МИ, поскольку их очень много, юношеским футболом, детским футболом, там, дворовым, каким угодно. Ну и, может быть, проведением соревнований в региональных лигах и так далее. А вот футбол на таком уровне, этим должен по всем вопросам заниматься орган, который в российском футболе есть, российская футбольная премьер-лига. И судьи должны подчиняться, конечно же, не федерации, а тому, кто непосредственно проводит чемпиона. Так что Андрей Червиченко, может быть, был несколько горяч сегодня в формулировках. И, как бы сказано, все это было, скорее всего, на эмоциях. Но суть-то дела правильная совершенно. Никуда не годится то положение, которое существует у нас. Мы показываем лучший футбол, лучших чемпионатов, исполнение лучших команд. Там уже все давным-давно придумали, как организовать процесс, как организовать проведение чемпионата на таком уровне. Не получилась атака у Ромы. Теперь что Интер, Консесау с мячом, делает поперек поля передачу. Эмре, Эмре налево. Подключает Коко, который пока не особенно так охотно идет вперед. Но когда против тебя играет команда с таким подбором игроков в линии атаки, как Дельвекио, Касану и Тотти, тут особенно вперед ты не пойдешь. Лима владеет мячом уже на половине поля. И посмотрите, как Рома играет осторожно. Вот три игрока группы атаки. Касану, Тотти и Дельвекио. Вот там втроем они работают около штрафной площади. Полузащитники особенно-то их и не поддерживают из глубины. Что Дакур, что Лима, что даже Эммерсон. Но Лима-то всегда играет ближе к обороне. Как и Дакур, по крайней мере, в Лице, так он играл. Но и в Роме похожим образом действует. Эммерсон-то почаще склонен к тому, чтобы выходить ближе туда к атакующей линии. Но вот сегодня он тоже играет все-таки от обороны. Канделя с мячом. Накрыли его, зажали у боковой линии. Игроки Интера. И с нарушением правил Франческо Коук ушел в отбор. Наконец прозвучал свисток Калина. Оливье Дакур в центре поля постепенно осваивается. Он в новом клубе, в новом чемпионате. Касану. Хорошая стенка намечается. Тотти, как почувствовал Тотти, что в положении вне игры. Его партнер по нападению подключился к Канделя и не вышла подача. Но Тотти изумительное чувство и понимание игры продемонстрировал в предыдущем эпизоде. Дзанетти с мячом. Пас на Эмре. Дибьяджо. И пас по краю на Консесао. Пока Консесао ни одной обостряющей передачи со своего фланга сделать не смог. Дзанетти. Хавьер. Дибьяджо. Нарекоба. Но вот это как раз не его игра. Бороться головой. А нет, это Вьери. Недоволен. Я вам рассказывал однажды, как по рассказам очевидцев. Это вот Кристиан Вьери. Видите, какая нервозная обстановка в стане Интера. Что момент тоже немаловажный для того, чтобы оценивать перспективы чемпионской той или иной команды. Вьери пользуется колоссальным авторитетом. Он человек немногословный, как известно. Но уж если скажет, то как отрежет. Так вот, в прошлом году на финише чемпионата, когда Интер проиграл на ровном месте очередной матч, по-моему, о таланте мы эту игру показывали. Так вот, говорят, что по раздевалке Интера после матча летали предметы в гораздо большем количестве, чем бутса, запущенная сэром Алексом Фергюсоном. Рвал и металл Кристиан Вьери. Понося, на чем свет стоит своих неудачливых партнеров. Потому что Вьери в том матче забил, как всегда, а партнера подвели. Досталось очень прилично Консесао. Но и тот, в общем, нашел смелость и наглость, я бы даже сказал, отмахнуться от лидера команды и не выслушивать его замечания. Но, тем не менее, пас ему отдал сейчас. Дзанетти с мячом, пас Эмре, 32-я минута идет, 0-0 в матче Интер-Рома. Вновь Эмре, Докур четко в отборе. И вот здесь в серединке что есть? Есть Тотти. И в касание. А вы знаете, что он хотел сделать? Он хотел... Поворотом он бил. Это не пас был. Краем глаза увидел капитан Ромы, что вышел Тольдо практически до линии штрафной площади из ворота. И вот таким образом хотел отправить мяч за спину голкиперу. Повеселее смотрится Рома в контр-игре, нежели чем Интер в таком планомерном наступлении. Но пока счет 0-0. Повеселее смотрится Рома в контр-игре, нежели чем Интер-Рома в контр-игре, нежели чем Интер-Рома в контр-игре. Рома в контр-игре, нежели чем Интер-Рома в контр-игре, нежели чем Интер-Рома в контр-игре. да ну вообще интервью данное франко сенсии перед этой встречей вообще заслуживает особого внимания потому что очень много интересных вещей наговорил глава ромы опять-таки возвращаясь вот к тому что он в начале сезона назвал заговором против его клуба но в частности сенсии прокомментировал обвинение в свой адрес что якобы президент сенсии связан с мафией и что финансовая деятельность клуба рома скажем так не совсем чиста перед законом но вот он сказал что нет я могу вам гарантировать что мы ни с кем не связаны ни с какими криминальными структурами и что у нас чистая с финансовой точки зрения клубная структура но при этом такую интересную фразу обронил президент сенсии правда иногда мы все-таки иногда иногда идем на маленькие компромиссы потому что нам тоже нужно жить но только иногда подчеркнул президент франко сенсии конечно очень колоритный господин этот самый президент рома ну когда на него посмотришь слово мафия само по себе возникает на уме может нам его сегодня еще покажут хотя в такие далекие выезды не ездит и предпочитает по телевизору смотреть рэкоба тем временем будет бить штрафной с 30 метров не стал этого делать отдал мяч дебиаджо дакур перехватил мяч и получится ли контратаку у ромы хорошая передача дакура то льдо вышел из ворота коса но не рискнул идти на длинномногого голкипера прямой ногой пожалел и свои и чужие а дакур сделал очень хорошую передачу вот сегодня играет оливье очень даже прилично вовремя отдает мяч и точно но может быть я чересчур критичен был к этому футболисту по первым матчем забыв о том что и несправедлив был абсолютно к этому футболисту все-таки на адаптацию в итальянском чемпионате нужно время любому футболисту тем более после чемпионата английского в котором совершенно в другой футбол играют и к тому же дакур практически без игровой практики была а вот дельвекио едва не пробил опасным поворотом мяч на ногу как следует не лег из борьбы бил марку и мяч достался голкиперу миланской команды по-прежнему 0-0 при очень небольшом количестве ударов по воротам и стоит с другой стороны а вот эта ошибка которая может дорого стоить интеру если бы касано не растерялся в этой игровой ситуации может быть стоило взять игру на себя но по моему касано никак не ожидал что он получит мяч будучи совсем один там у штрафной площади интера да вот теперь к 37 минуте матча уже можно точно сказать что преимущества у интера никакого нет поострее рома выглядит в атаке очень неплохой удар франческо тотти просит угловой капитан ромы вызывает тем самым недовольство болельщиков интера еще раз смотрим классный перевод дакура направо касано пожалуй не мог стартовать раньше потому что было бы положение вне игры просто здесь в конечной фазе где-то может стартового рывочка не хватило антонио ну и габаритами своими франческо тольдо смутил нападающего ромы и сборной италии кстати вот в сборной то тропатоне отдает пока в целом миг или предпочтение если говорить о даже не игроках основного состава тех кто на замену выходит касано пока в молодежную команду в основном привлекается на опережение сыграл фабио каннаваро все должно быть в порядке с капитаном ромы продолжит он игру уже он на поле все все нормальная игра продолжается эмерсон делает передачу направо пануччи канделья хорошее продолжение эмерсон решил сразу же обострить игру передачей в глубину штрафной не точно докур с мячом и вот непонятная передача вперед у рома в запасе сегодня есть марацина монтелло тамази сарта дайлас и куфре но это уже защитники но это за нападающих монтелло марацина поскольку касано пока так немножко выпадает мячом 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 после ухода и обмен순 после ухода ботистута при ботистуте мантелло мантелло коком играл ботистута Быть что-то ушел, начал Мантелло Ну и потом сел в запас Не оправдал надежд И шанс его не использовал Закрепиться в основе Неважно, играл, как, впрочем, и вся команда Вот у Тотти момент Обводящий удар, Тольда на месте Вперед побежали Миланцы, МРФ Но он здесь один И успел вернуться в оборону Успел вернуться на свою половину поля Поле Тотти Нарушил правила МРФ вот здесь он с мячом Пас на Коко Пануччи на месте И вот Тотти один в центре поля До него передача сразу не дошла Но и вот здесь же Интер перехватил мяч Странно, что ни Дибьяджо Ни Дзанетти Не находится рядом с Тотти На случай, если Рома Перехватит мяч Она сможет тут же его адресовать Своему капитану для продолжения атаки Эммерсон сегодня очень много времени проводит в обороне Толчок в спину На гостевой трибуне сегодня очень спокойно Из Рима практически никто не приехал поддержать свою команду Ну, во-первых, по итальянским расстояниям далековато И матч очень поздно играется Поэтому, в принципе, я так полагаю Что тут еще не только телевизионные дела замешаны Но и вопросы безопасности тоже Я знаю, что Демократия демократии, конечно Но порядок и мнение властей по тому или иному поводу превыше всего Не рекомендуют Вообще, как бы, обращаются к болельщикам итальянские власти Воздержаться от выездов куда бы то ни было Дабы избежать эксцессов А с точки зрения хулиганизма Италия сейчас, наверное, из ведущих европейских клубольных держав На самом первом То есть, в данном случае, лучше сказать, на последнем месте Поскольку стычки между болельщиками происходят практически после каждого матча Применяется и слезоточивый газ И сила применяется полиции Поэтому выгоднее, в том числе, и не только с телевизионной точки зрения С точки зрения рекламы и всего прочего Выгоднее с точки зрения безопасности размещать этот матч ночью В программе футбольного дня Поскольку по итальянскому времени матч закончится в половине одиннадцатого Ну, где-то около половины одиннадцатого вечера Ну, и попробуют доберись из Милана до Рима Тем более, что завтра понедельник и идти, в общем-то, на работу большинство болельщиков Ромы Доехать, ну, на машине из Милана Пилить в Рим часов шесть, наверное, даже если очень быстро ехать На поезде чуть поменьше Ну, то есть, это нереально, сами понимаете Вся ночь идет на дорогу Именно поэтому сегодня на выезд в Милан приехало совсем мало народу Но пока отсутствие поддержки, в общем-то, на действиях римской команды никак не сказывается Канделя пошел вперед И даже пробил поворотом, но словно с очком выловил этот мяч Франческо Толь Да как-то уж очень легко, не кажется ли вам, Рома проникает К чужой штрафной площади и внутрь штрафной Пропал Рекоба И в Ере также мало снабжается мячами Вообще игрок Не конкретно Тотти, но и Футболист, действующий в похожей манере Интер, безусловно, не помешал Мысли по-прежнему катастрофически в середине не хватает Не хватает Интеру 4 в 4 почти получалось Атака Костана много, ошибается В первом тайме, я думаю, что Капелло его сыграет с ним Может быть не сразу в перерыве, а где-то в начале второго тайма Батистуто, я не сомневаюсь, горит желанием выйти на поле После этих обидных слов в свой адрес Который он услышал от Франко Сенси Не исключено, что и Купер вернется К схеме с тремя игроками в линии атаки С Батистуто вместо кого-то из полузащитников Ну посмотрим, все это уже будет совсем скоро Первый тайм подходит к концу Пока счет по-прежнему 0-0 И кроме момента, который был у Рэкобы в самом начале матча Вообще первый минут 5-10 Интер смотрелся прилично Потом как-то Нити игры из своих рук упустил За Нэти Возится с мячом Пас назад Капелло Капелло, ну тоже защитника играл Коновару был с мячом И уже мяч на левом фланг Очень спокойная, на удивление, я бы сказал, спокойная игра С учетом Того значения, которое она имеет для Интера В первую очередь, но возможно она как раз и спокойная Поскольку у Роми-то особенно ничего доказывать не нужно Команда задача нормально провести концовку сезона И в целом скрасить Впечатление от не совсем удачного сезона Поскольку большую часть времени Рома все-таки болталась В середине турнирной таблицы И в Лиге чемпионов На второй раунд вышли, но дальше забуксовали Хотя шанс появился, но с Аяксом ничего поделать Рома не смогла Видимо здесь тоже Проблема кроется в области психологии Поскольку вот в сегодняшней игре настроились нормально И играют хорошо Очень добротно видно же, что команда высокого класса Рома Хавьер Дзанетти, капитан Интера Перед встречей всем напомнил, что Рома Это команда класса Милана и Ювентуса По сегодняшнему первому тайму с этим Трудно не согласиться По первому тайму Рома Ну а Интер Похоже в очередной раз разочаровывает По крайней мере вот таймом этим Ведь Интер еще играет вот с каким подтекстом неприятным для себя В предыдущем туре Который, может, вы уже и подзабыли, что там происходило В связи с матчами сборной двухнедельный перерыв Так вот Интер проиграл же Гудина И, в общем, хотелось бы, наверное, выиграть сегодня Но пока не получается 0-0 после первого тайма И поскольку матч вы смотрите в записи То для вас продолжение прямо сейчас Итак, на Сан-Сиро второй тайм Матча Интер-Рома Заканчивается 27-й тур итальянской серии А Заканчивается матчем, в котором Интеру надо бы выиграть Для того, чтобы продолжать чемпионскую гонку И уж так прилично не отставать от Ювентуса Хотя на данный момент вот при таком результате Пять очков отставания Это не бог весть что Батистута Батистута пока в запасе А Батистуте я вам еще расскажу Интересную историю мнений итальянцев А вот во всем том, о чем я вам говорил в первом тайме Ну, давайте пока к игре 0-0 Интер Не хочу обидеть многочисленных поклонников Миланской команды Для меня до сих пор это загадка Почему Интер Является одной из самых популярных зарубежных команд в России И это так Я просто знаю, что сей факт существует 1-0 Касано с носком Вот это да Касано, который играл очень невыразительно в первом тайме Ошибался Я даже было сказал, что С той игрой, которую Касано показывает в первом тайме Вполне возможно его заменит Капелло Но вместо этого Касано взял и пыром Вколотил мяч в ворота Тольду Ну и тем паче Болельщикам Интера обижаться на меня не следует Хотя их и много Интер провел очень невыразительно Мягко говоря Чтобы не тревожить слишком сильно уж ваши чувства Уважаемые поклонники миланской команды Так команда не должна играть Которая претендует на чемпионство А вот играть так она уже не должна тем более Получить гол пыром Даже не припомнишь Но это просто, знаете, это смешно Так, навскидку Я даже не вспомню, кто последний раз Из вот таких больших серьезных командах В серьезных матчах Забивал пыром Из-за пределов штрафной площади Самый элементарный удар с носка Ни подъемом, ни закручивая мяч И Тольду Да и даже не закрыт он был игроками Да, что-то непонятно с этой командой происходит Миланский Интер 0-1 Антонио Касано в самом начале второго тайма Открывает счет Составы Тольду в воротах Интера Хавьер Дзанетти четвертый Второй Кордоба Триднадцатый Карнавару Семьдесят седьмой Коку Это оборона Интера Седьмой Консесау Семьдесят четырнадцатый Дибьяджу Шестой Кристиану Дзанетти пятый Эмрэд полузащита Тридцать второй Вьере Двадцатый Рекоба Впереди Эктор Купер Главный тренер Интера Пилицель защищает ворота Рома Двадцатый третий номер по ночи Шестой Алдаир Девятнадцатый Самуэль Оборона Конделя Тридцать второй Восьмой Лим Одиннадцатый Эммерсон Пятнадцатый Докур Полузащита Двадцать четвертый Дельвекио Десятый Тотик Касана Восемнадцатый Атака Очень внимательно Рома играет в обороне Хотя формально три защитника Но на самом деле Все Игроки средней линии поля Четыре человека Конделя Лима Эммерсон Докур Все они так или иначе Играют С акцентом на оборону В большей степени Занимаясь Именно обороны Своих ворот Пьер Луиджи Коль Лина Главный арбитр встречи И Фабио Капелло Главный тренер Рома Но Вновь все формальности Субледены И так Один ноль Рома впереди В гостевом матче Против Интера Существенным образом На положении Ромы В турнирной таблице Этот результат На данный момент Никак не отражается Рома просто Приближается Вплотную к Удинезе Отстает на одно очко Но еще играть и играть Посмотрим Как переживет этот Крайне неприятный Для себя Инцидент Миланская команда Рома оставил Очень приятное впечатление Своей игрой В первом тайме Понравился Тотти Канделя почему-то Никто не держит Но прострел Шел от Дель Веккио На Франческу Тотти Рома Что касается Габриэля Важно и интересно Как они отвечали На вопрос Вопрос газеты Такой Большим что ли Большим вкусом Большим чувством Такта Для того Чтобы этого Не говорить вслух 26% Ответили Что Батистута Действительно Не оправдал Надежды Маратти И Подобной критики Он заслужил Но может быть Опять таки Не в такой форме Которую позволил Себе Сенси 17% Ответили Что Сенси Абсолютно прав Без всяких Других Вариантов И Этических Аспектов И 13,9% Респондентов Ответили так Батистута Это настоящий Чемпион И он Сыграет В Интере Еще сыграет В Интере Ключевую роль Возможно Уже в матче с Ромой Но пока Батистута на поле нет И судите о том Какую роль он сыграет Сложную Когда выйдет Тогда и посмотрим Пока Рома в атаке Эмерсон бьет издали Что делают Опорные полузащитники Сегодня у Интера Не очень понятно Где Дебьяджо Где Кристиан Занетти Почему они Не держат свою зону И позволяют Оттуда бить Ну и Кристиан Вьере 1-1 Пока есть Вьере Интер может рассчитывать На что угодно Это совершенно удивительный Футболист Сто раз Задавался вопрос Он правда не задавался Пока газета Делоспорт Но Вопрос наверное Который Стоило бы задать А что вообще Интер Представляет из себя И представлял бы Из себя Не будь в нем Вьере Дебьяджо Выдал изумительный пас На Кристиана Вьере Но может быть Не очень Четко сегодня действует На Своей непосредственной Позиции Дебьяджо И Не так хорош В отборе Как всегда Это с ним бывает Положения игры Никакого не было Но пас роскошный И удивительный Совершенно По исполнению Выдал передачу На Кристиана Вьере Дебьяджо Алдаир Проиграл в скорости И 1-1 В этом матче 24-й гол Кристиана Вьере Для сравнения У Филиппу Инзаги Который на втором месте Среди бомбардиров Из Милана 14 мячей На 10 меньше Вот такой Нападающий Играет в составе Этой команды Который приходит На выручку Всегда Сколько матчей В прошлом сезоне Вытягивал В один Вьере В одиночку фактически И приносил Своей команде очки Оставляя Интер в обойме Чемпионской гонки До практически Последнего тура Но в последнем туре В прошлом году Против Лацио Не пошла игра У Вьере И все Но если Интер Будет продолжать В обороне Так играть То Вьере Будет очень тяжело Помочь Своей команде Опять очень легко Позволили Хозяева поля Проникнуть Штрафную Лиме И удар С острого угла Мимо ворота 1-1 Касано Вьере Отличились В начале Второго тайма И пока нет замен Ни в той Ни в другой команде Рекоба отошел В глубину Но это Предсказуемый ход Не получая мячей От полузащитников Вьере И Рекоба Будут сами Отходить В середине поля Как это часто С ними случалось По ходу Этого чемпионата Но прежде всего С Кристианом Вьере Антонио Касано Нескаживился После забитого Мяча Но вот вновь Ошибка Тольдо Начинает атаку Своей команды Кристиану Дзанетти Пас Хавьеру Дзанетти И капитан Интер Набирает скорость Десятая минута Первого тайма Закончилась 1-1 Подача Эмерсон Закур И Марко Дельвекио Притормаживает Атаку Своей команды Эмерсон И кто-то Получил травму Оливье Дакур На газоне Ему Будет оказана Помощь Пока Оказывается Эта самая Помощь Пару слов О тех матчах Которые Сегодня Состоялись Лацо Кому Победа Лацо 3-0 Галы забили Фьоре Каради И Клаудио Лопес Спинать Реджина Эмполи 1-0 Победа Реджины И единственный И победный Для Реджины Гол Забил Накамура Японец В начале Второго тайма Брэши Обыграла Аталанту Со счетом 3-0 Брэши Пироджи Пироджи Обновил окончательный Счет 2-0 Кьево Кьево Удинезе 3-0 Кьево Наконец Выиграл Причем Обыграл Команду Своего соседа По турнирной таблице Ильянович Кассато И Пелисьер Отличились В составе Кьево Ну и наконец Самый результативный Матч Туры Пьяченце Модену 3-3 Но прежде Парма Милан Напомню вам Что 1-0 И Адриано Отличился В составе Парма Ну а что касается Пьяченце Модену То здесь ничья 3-3 Была зафиксирована Пьяченце 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 Причем в течение 2-х минут Назначил арбитров В пользу гостей Миланет Оба раза пробил Точно Ди Франческо Сравнивает что-то Во втором тайме Виньяроли Из Модена Выводит На 41-й минуте Модена вперед Но на 46-й Энсу Мореско Приносит Пьяченце Очень Ну не очень важную Ничью Желательно было бы Выиграть На своем поле Потому что Пьяченце На третьем с конца месте Очень короче говоря Вот такие события В очередном Туре Итальянской серии Тем временем На Сан-Сиро Счет 1-1 И борьба Вновь Разворачивается В основном В средней линии поля И по-прежнему Без замен Кстати Более чем корректная игра Возможный авторитет Калина Здесь Играют свою Существенную роль Но ни одной Желтой карточки Не показал пока орбиты Ну и собственно Повода для того Чтобы кого-то предупреждать У него не было Рекоба Берет игру на себя Ух как здорово Вот это роскошный гол Вот это Рекоба Сыграл так Как должен играть Футболист Его Калибра Его уровня Исключительное Индивидуальное мастерство Футболиста О котором я еще 2-3 года назад Говорил что На мой взгляд Потенциал у этого игрока Есть для того Чтобы стать звездой Мирового класса И даже где-то Претендовать и Рано или поздно На золотой мяч Не всегда хватает Альваро Рекобе Стабильности Не всегда Самое главное Мне кажется Его проблема Он никак не может К нормальному тренеру Попасть Который мог бы выжить Из Рекобе Максимум А потенциал Ну колоссального Этого футболиста Блестящий сейчас Альваро Разбирается Да Пока Выезжает Интер Только на Индивидуальном Мастерстве Своих Главных звезд Вьере Ну и Рекобе И техника И сила физическая Все было при нем В этом игровом эпизоде Под штангу И 2-1 Интер выходит вперед Ожил наконец Сан Сиро Не растерялся В этой игровой ситуации Пошел на троих В обводку Всех обыграл Устоял на ногах И остались еще силы На завершающий удар 2-1 Впереди Интер И Марко Дельвекио Ушел Отдыхать А кто интересно Вышел Монтелло Наверное Проигрывает же Рома Или Марацин Кто-то из них Нет Винченцо Монтелло На поле В схеме Ничего не меняется У Ромы По-прежнему Два Нападающих впереди Монтелло И Касану Тотти из глубины Но придется Оживить сейчас Свою игру Команде гостей Так легко Поведя в счете Как-то несколько Рома успокоилась Ну а так она вообще Надо сказать И не нервничала Особенно по ходу матча Ну и казалось бы Ничто не предвещало Такой опасности Воротам пилиться ли Но в ере Рекоба Своё дело знают Рекоба, кстати Достаточно результативно Играет в этом сезоне Это его уже девятый мяч При том, что большую часть Сезона он провёл Играя на фланге Причём иногда даже Направо Где с его левой ногой Казалось бы Делать совсем нечего Но вот такие проблемы С составом порой И с подбором игроков У Эктора Купера И у команды Марати Которая, казалось бы Может получить Свои ряды Любого футболиста Кого только пожелаешь Ну, по крайней мере Финансы позволяют Хавьер Дзанетти На газоне Касану не понимают Что он мог Сделать плохого Капитану соперника Но здесь, конечно Нарушал правила Во-первых, Дзанетти Кулаком в ухо Ну и, видимо Случайно В солнечное сплетение Врезал Антонио Касану В этой борьбе Капитану Интера И еще раз смотрим На Великолепный гол Рыкова Умудрился пробраться Сквозь этот чистаковый ног Уругвайский нападающий И четко пробил Под штангу На майке написано У Рыковы На нижней Видели Форца Рокко Рокко это сын Альваро Но таким образом Поприветствовал Своего отпрыска Нападающей Миланской командой Ну что, я думаю Повеселее, поживее Пойдет игра В оставшееся До конца матча Время Интеру Главное Не сбавлять обороты Рома забить Может всегда Преимущество В один мяч Слишком Неустойчивое Ну и, похоже Ожил действительно Интер Пытается Не сбавлять обороты Угловую Заработать Кристиану Вьере Не удалось И мяч у Ромы Не сбавлять обороты Субтитры создавал DimaTorzok А вот теперь угловой. Кстати, очень мало сегодня ударов от углового флага. В основном борьба идет в средней линии поля. И до лицевой линии мяч просто редко доходит. Слишком сильно закрутил этот мяч Альваро Рекоба и Коноваро уже боролся за него за пределами площадки. Будет ли предпринимать Рома какие-то усилия для того, чтобы спасти игру? Второе турнирное положение не обязует Рому не играть на победу во что бы то ни стало. Но приличия ради, ради престижа проигрывать бы, наверное, Роме не хотелось на чужом поле. Особенно с учетом тех высказываний, которые периодически, даже не периодически, а регулярно позволяет себе президент этого клуба Франко Сенси. Вызов он бросил Массиво Маранти и его клубы. Футболистам теперь это расклебывает на футбольном поле. Но в любом случае, даже при том, что счет в пользу Интера, Рома проводит хороший матч. Но хорошо играть еще не означает выигрывать. Центральный матч очередного российского тура. Московское дерби тому лишнее подтверждение. Панучи отбрасывает мяч. Пилицели, а Пилицели не сумел сыграть точно в пас и отправил нишу за пределы поля. Пилицели не сумел сыграть точно в пас и отправил нишу за пределы поля. Человек, который отвечает за передачу сигнала из Италии на спутник. Видимо, не ту кнопку. Нажал, потерял картинку. Но все нормально. Контратака может получиться у Ромы. Мантелло бросает мяч вперед. Кассано. И может обыграть Занетти. Какой хитрый пас умудрился Кассано сделать. Даже непонятно, какой частью ноги. Бежал вроде бы в одну сторону. Мяч полетел в противоположном направлении. А это Лима уже отбрасывает мяч Пилицели. Пилицели интересно в аут. Нет, в поле остался мяч Лима. Докур. Разрывы между линиями у Интера. Тотти. Нарушены против него правила. Размахивал очень активно руками в борьбе Кристиану Занетти. Или это Эмре? Эмре. Отталкивал, конечно. Соперник от мяча турецкий полузащитник. Фабио Капелло предельно спокоен. Руководит своей командой, как будто бы в тренировочном матче. Но Капелло на следующий сезон, как говорят в Италии, конфирмато. Подтверждена его роль в команде в качестве главного тренера. Вне зависимости от того, на каком месте Рома закончит этот сезон. Для многих я вообще специально на эту тему общался и с журналистами, и просто с обычными итальянцами, когда вот был в последней командировке в этой стране. Для многих вообще стало очень большим сюрпризом, что Рома в прошлом сезоне, после своего чемпионского года, до последнего боролась за чемпионство. Посмотрим, что Рэко бы в этой ситуации сделать, сумеет ли обыкновение. Ох, как здорово-то! Выкручивал на Кристиана в Ере мяч. Вдвоем они играют. Ну и очень здорово у них получается вне игры в Ере. Попал в ворота? Нет, по-моему, мяч не попал. Ну так, примета существует. Фантастический сегодня, конечно, эпизод в Владикавказе произошел. Если не видели, посмотрите обязательно в повторе обзор матчей. Этот человек выбежал с трибуны, Владикавказский, взял мяч, забил его в ворота. И буквально сразу же после этого Владикавказ действительно повел в счете. Вот и не верь после этого в примет. Он сейчас в Ере в ворота не попал. Хотя и бил после свистка. 2-1, по-прежнему Интер впереди. А что касается Ромы, то действительно для многих было вообще очень большим сюрпризом, что Рома после чемпионского сезона продолжала прилично играть. Потому что, как говорят, в Риме чемпионство праздновали, закончили праздновать в мае. Куда-то выиграли, праздновать закончили примерно в октябре. Настроить капеллу, да любому тренеру, даже капеллу, команду после такой эйфории на серьезный лад. Тем более, что эта команда все-таки южная, римская, очень-очень сложная. Ну вот, видимо, по инерции как-то следующий сезон удалось вытянуть. Ну а в этом еще к тому же были допущены явные оплошности в селекционной работе, в межсезоне, о чем мы тоже много говорили. С полузащитниками проблемы вышли. С нападающими тоже так не все ладно. В общем, были проблемы с составом у Ромы, и все это вылилось в то, что сезон не провальный, просто неудачный. Но, наверное, таким он и должен был быть даже год назад, а не вот в этом чемпионате. Хотя вины капеллы, по большому счету, в этом никакой нет. С мячом Рыкоба. Пас на Консесау. Консесау не усилил сегодня игру своей команды на правом фланге. Полузащитник играет Рыкоба. Решили они с Фьери действительно играть вдвоем. И могут же. Не было нарушения правил. Повезло сейчас Роме на ровном месте допустил ошибку Вальтер Самуэль. Не Самуэль, а Альдаир. Самуэль-то как раз эту ошибку исправил. Касано убежал вместе с мячом за боковую линию. 20 минут еще играть. Лучше сказать, 20 минут еще продержаться осталось Интеру. Хотя Рома не то чтобы шквал атак обрушивает на ворота Тольда, но сегодня так нервно и неуверенно выглядит оборона Интера, что даже без шквала атак Рома может вполне рассчитывать на взятие ворота и на успех. Тем более, что несколько потерялся Тотти, но наверняка он еще себя проявит. Вот, пожалуйста. Только это не Эмерсон должен был бить, а кто-то другой. Тольда выручил свою команду. Но уже успели отойти в оборону римляне. Там Оливье Дакур на месте последнего защитника. Действует в белозаглу Эмре. Пас вперед в Ере, вне игры. Вне игры был Рекоба. Капайло не судьей, не доволен скорее тем, как его футболисты медленно выходили из атаки в оборону и возвращались на свои позиции. Момент для взятия ворот был очень хороший. Эмерсон крайне неудачную передачу делает на Касану, а в обороне теперь у Интера уже был провал. Там Самуэль должен был бить по мячу. Он повыше ростом и головой. Эмерсон головой периодически забивает, но все-таки Самуэль попрыгучий. По идее, в общем, передача, мне кажется, ему предназначалась, а вовсе не Эмерсону. В результате вот у Интера родилась очень неплохая контратака. Ну, как всегда, в сайт спорный. И опять-таки судить по видеоповтору всегда очень сложно. Особенно вот с камеры, которая установлена напротив центральной линии. Все-таки искажения какие-то есть. И определить, насколько вне игры или не вне игры футболиста очень сложно. Показалось, что 100% на в сайт. Потом дает повтор с другой камеры, а оказывается, что на одной линии. А у судей есть лишь одна секунда для того, чтобы принять решение. Акробатический этюд в исполнении Мантеллы, Тольдо. Ну, вряд ли там могло быть какое-то нарушение правил. Вьере! Ох, если бы он сейчас забил. Это был бы не просто Вьере, а Звери. Как умудряется он перепрыгивать. Вроде и позицию Панучи правильную выбрал. Даже в этой ситуации. Причем из какой сложной позиции был действительно удар нанесен по воротам. Не просто там голову подставил Вьере, а умудрился со своей тяжестью. Казалось бы, такая фигура, не особенно располагающая к пластичным движениям, а в воздухе у Вьере. Умудрился удар нанести, отклониться. Тотти побежал вперед. Оказывается, так можно играть в футбол, считает Калина. Тотти идет дальше вперед. Ну, раз уж так можно, как Тотти, тогда, наверное, я согласен с защитниками Интера. Ну, обратите внимание, вот что тоже характерно. Посмотрите, как предъявляют претензии. Нарушение-то здесь, конечно, было, но до этого Тотти тоже нарушал правило. Обратите внимание, как предъявляют претензии футболисты Калини. Без нецензурной брани. Так, эмоционально, конечно, но все в рамках приличия. Хотя, казалось бы, сейчас сорваться игроки Интера вполне имели бы право. Но нет, авторитет колоссальный у этого арбитра. Хотя, даже когда он принимает абсурдное, казалось бы, решение, все равно больших споров это не вызывает. Капитан Дзанетти на правах капитана подошел, вежливо объяснил свое несогласие и партнеров с этим решением. Ну, и Коновару так издали, находясь на почтительной дистанции, скорее жестами, чем словами. Вполне приличными жестами вырезал свое негативное отношение к трактовке двух последних эпизодов, которые надо, конечно, рассматривать в связке. Ну, решение уже принято. Винченцо Монтелло у мяча. Капелло подскакивает к стенке, просит Канделяне толкаться, а Дебьяджу не выпихивать француза из стенки. Момент важный. Времени не так много осталось до конца матча. Точка для того, чтобы отправить мяч в ворота, очень даже хорошая, особенно с левой ноги, которая прекрасно владеет Монтелло. Олимпийское спокойствие у Пьера Луиджи Кольлины. Отсчитывает он 9 метров, даже 9.15. С любимое расстояние, как ни посмотришь, все время 9.15. Вот этот электронный счетчик показывает. Порадовал Монтелло своим ударом всех, и Фабио Капелло в том числе. И Мрацина собирается выйти на поле, нападающий, который поругался с руководством Кьева. Но, в общем, некрасивый себя Мрацина, на самом деле, повел, назвав Кьеву командой, в которой ему сложно прогрессировать и добиться чего-то серьезного. Не было бы Кьева, может быть, и никакого Мрацина бы не было, никто бы о нем не узнал. Доменико Морфео тем временем готовится у Интера выйти на поле. Но времени осталось не так уж и много до конца матча. 2-1 впереди, Интер, МРМ, 3-1. Вот это уже шаг, очень серьезный шаг к победе. МРС правой ноги, что характерно, подправляет мяч в угол ворот Пилицели. Ну что, неужели Консесау все-таки один раз, но сыграл в этом матче? Паста с правого фланга шел, так что, наверное, да, Консесау. В какой-то степени повезло Интеру, что мяч докатился до МРМ в этой игровой ситуации. Ну и опять вопрос к опорным полузащитникам. Их так много в Роме, и никто в этой зоне не отработал. Ну, возможно, и Вьере смутил своим промахом всех оборонцев. Но вот почему не успеют. Видите, трое уже вернулись, и Канделя, и Эмерсон, но все куда-то мимо бегут, а на МРМ никто не смотрит. В результате он забивает гол. Касану таки сменил капеллу и посадил на лавку, потому что Касану, конечно, гол забил, но играл в целом он невыразительно. Марацино вместо него вышел. По-моему, 30 какой-то номер у Марацино, то ли 33-й, то ли 30-й. Ну, 33-й вряд ли, потому что он был у Батистута, и уже, видимо, никому номер не отдавали. А, 33-й, ну да, был, до сплэта. В заявку уже с другой фамилией номер не внесешь. 30-й у Марацино. И уже в атаке Рома. Ну, спастись-то ей будет тяжеловато, хотя, я думаю, Интер возможности для этого предоставит. Лима пробил опять с Наска, кстати говоря. Тольдо свою команду выручил. Вот он, Марацино. И угловой будет подавать Рома. Поувлекательнее футболу в втором тайме. Ну, что ж, говорит, 4 гола забито. Подача. Тольдо. Еще против ветра сейчас, по-моему, играет Интер. Возможно, этот ветер и помог мячу после удара Кассано залететь за спину к Франческу Тольдо. Непереводимая итальянская жестикуляция. И Капелло делает внушение, по-моему, в Капелло. К римской скамейке он подошел. Да, видимо, туда. 3-1 Интер впереди. Ну, по крайней мере, команда с характером, чего у Интера не отнимешь. Конечно, с постановкой игры очевидные проблемы с составом. Но вот что у Интера есть, это удивительный, совершенно несгибаемый характер, который во многом складывается благодаря присутствию на поле и в раздевалке. Потому что на поле-то особенно тут ничего не сделаешь в этом плане. А вот в раздевалке, на тренировках, это да, я имею в виду, конечно же, Кристиана Вьере. Хотя капитанец за нити, но заводила главный, конечно же, он, Кристиан Вьере. Ничего не получалось сегодня, по большому счету, у Интера. Тем не менее, три гола умудрились забить. Ну, и Рома, как тоже больно с прохладцей, относилась к чему происходящему. Морфео вместо Эмре выходит на поле под десятом номером. Эмре заслуженные аплодисменты получает. Гол он забил. Ну, и глупо говорить о том, что в целом Эмре сыграл не так удачно, как можно было ожидать в таком матче. Главное, что он забил очень важный мяч, который может стать для его команды победным. Тотти. Мантелло. Опасная атака продолжается. Кто на подборе? Эммерсон. Торопится с ударом Эммерсон и в положении вне игры Мантелло. Второй-то Рома может забить. Хватит ли времени и сил на третий. Удар очень приличный у Франческо Тотти получился в дальний угол. И его тезка свою команду выручила. Даже здесь, пожалуй, помешал Докур Мантелли на добивании. Панучи с мячом. Тотти. Здорово. И не прошла передача Канделя на Марацин. Но угловой зарабатывает Рома. Контроль мяча сейчас у гостей. Но времени меньше 10 минут осталось до конца матча. Разыграли. Канделя. Подача. Забивать надо. 3-2. Или офсайд. Защитан гол или нет. К центру бегут, значит, защитан. 3-2. Большой радости по поводу этого взятия ворот римляне не испытывают. Кристиан Панучи отличился. Какой-то странный матч, вам не кажется. Так все легко получается. Вот такой еще стезис. Только нелепости. Автогол Дибьяджу. Панучи там и не касался этого мяча. Журукой забил Дибьяджу. Поэтому, тем более, ни о каком нарушении правил говорить не приходится. Зато интересная концовка. 3-2. Тотти с мячом. В обороне у Интера. Сегодня проблемы. И то, что было мало, теперь много. Минут до конца матча. С учетом многочисленных замен. 3-4 добавит. К основному времени Калина. И, соответственно, минут еще 10 в распоряжении Ромы есть. Ну и столько же у Интера. Канделя с мячом. Отобрал мяч. Что ж так, Марфео, то в игру не ваша опасна. Мантелло. Ой, футбол. Ой, футбол. Что происходит? Что происходит в итальянском чемпионате? Команда, которая ведет борьбу за Скудетто. Как так можно? Совершенно непонятно. 3-3. Удивительно. Ну ладно, Марфео, что ли. Но здесь-то что происходит? Где защитники? Кто кого встречает? Кто за кого отвечает? Почему Тольду угол потерял? Вопросы без ответов. Ну и красавец, конечно, Мантелло. Исполнил блеск. Самый угол положил мяч. И 3-3. Вот и получается, что вместе с пьяченцей Моденой центральный матч Тура самый результативный. 6 мячей забито. До каких? Конечно, гол Рыкова был красивый. Здорово он прошел, обыграл. На ногах устоял. Но все-таки не должны защитники Ромы и полузащитники позволять четверых накручивать себя одному. Голым Рейс той же серии. Неприкрытый игрок на линии штрафной ему позволяют бить поворотом. Но в Ере там да. Там действительно было все исполнено на высшем уровне. Вот Батистута вышел. На поле. А счет 3-3. Ну а то, что Рома забивал, это опять никто не встречает. Так сейчас они еще получат. Повезло. Штангу попадает в мяч. Провальная концовка у Интера. Просто провальная. Провальная. Будет смешно, если он забьет победный гол. Да. Чего только не увидишь. На футбольных полях Европы. Ну что ж, зато развалить ли нас футболисты и той и другой команды. Но в первую очередь, наверное, тех, кто не является болельщиком Интера или Ромы. И заинтересованный, так сказать, стороной в данном матче. Или Милана, там, Ювентуса. А так смотрит матч просто. Ради футбола. Ну такой забавный второй тайм получился. Шесть мячей забиты. Кто бы мог подумать. Меньше пяти минут подножка желтую карточку получит тот тип. По-моему, первое вообще предупреждение в сегодняшнем матче. За зацеп сзади. Горчешник получает капитан римской команды. Дибьяджо. Продолжает Интер атаковать. Консесао сейчас очень опасная ситуация. 4-3. Будет? Нет? Еще одна штанга. Ну я не знаю уже, как это комментировать. Сейчас еще будет выход один на один. Очевидно, у Ромы. Марацино. Мантелло. Входит штрафной удар. Мимо. В открытую пошли. Друг на друга. И те и другие уже просто не думая об обороне и ни о чем. Штанга одна. И теперь покажите нам правильно. Штангу другая. И да, Батистута бил. Вот какой мог бы быть поворот судьбы попади сейчас для него, для Сэнси, для Ромы, для всех. Попади сейчас Батистута в угол ворот. И поставь точку в этом матче. После всего, что сказал Сэнси. И после всего того, о чем я вам рассказывал по ходу репортажа, связанного с Батистутой с президентом Ром. Батистута мяч выиграл Морфео. Но ему все-таки ударить не разрешили поворотом. У Интера сейчас очень непростая ситуация. Потому что, с одной стороны, нужно постараться забивать четвертый мяч, но и контратаку тоже есть риск получить. Но вперед идет Интер. Батистута ошибся. И вот Лима Памчас. Вот как раз эта самая контратака, которая может получиться. Нет, уже вряд ли. Мантелло ошибся. Коко пошел вперед. Канделя против него. Отобрал мяч. Мантелло ждет Винсана Канделя. Там есть еще игроки. Там Тотти. Пасна Марацин. Вот опасно! Не выше девятки. За последние 15 минут команда создала столько моментов, сколько и за одну игру не удается многим создать. Могло бы быть и 5-5, например, или 6-6. Но пока 3-3. Вьерри пас назад. Дибьяджо. Подножка. Нет в мяч. Калина был рядом. Посчитал, что сыграли мяч. Тотти пошел в обводку и на фол напоролся. На фол. Каннавару. А зря. Потому что фолдзанетти, ну, неважно, чей именно. Но там могла быть просто голевая атака у Ромы, если бы Тотти сыграл в передачу туда, в разрезающую налево. Ну, капитан Рома решил на себя взять игру в этой ситуации. Мяч римляне потеряли. С ним уже Интер. Консесао. Пас направо. Батистута. Закончилось основное время. Сколько добавлено минут? Наверное, три минимум. А то и все пять. Лима. Эмерсон. Неплохое держание мяча у Ромы. Пас вперед. У Марацина сил много. Может попробовать обыграть Кордубу или будет подачей. Подождет партнеров. Марацина. Подтянулись уже сюда римляне. Лима. Перевод на Канделя. А Канделя угловой. Или нет, свободный. Все-таки Канделя последним коснулся мяча. Напомню, что все голы в этом матче были забиты во втором тайме. Антонио Кассану на первой минуте второго тайма вывел Рома вперед. 1-0. На восьмой минуте Кристиан Верий счет сравнял. Это все второй тайм. На четырнадцатой Рыкоба выводит Интер вперед. 2-1. На тридцать второй Эмре 3-1. Ну и дальше удивительная концовка. Тридцать восьмая минута Дебьяджу автогол 3-2. Тридцать девятая минута Мантелла 3-3. Рыкоба решил не досматривать. Все это подправляется в раздевалку. Поникший. И Франческо Тотти тоже покидает поле. Вместо него Думиано Томази будет доигрывать оставшиеся минуты полторы-две. Невыдающийся матч сегодня провел капитан Ромы, но в некоторых эпизодах действовал эффектно. Хороший у него удар был запомнился в первом тайме. Во втором слева бил. Опасно. Батистута. Здесь вратарь должен выходить и забирать этот мяч. 48-я минута идет уже. Мяч упилится ли? И Эммерсон делает передачу. Хорошую, в принципе, передачу на Марацин, но не успел к этому мячу нападающий Ромы. Ну и, пожалуй, наверное, все. Вряд ли что-то еще успеют команды. Хотя успели они его как много во втором тайме. Ну, знаете, вот такое странное впечатление вроде бы с точки зрения интриги, развития событий, зрелищности. Хороший матч. Шесть мячей забитый счет такой интересный. 3-3. Но содержательной бы я эту игру не назвал. Уж очень много было ошибок и стоит с другой стороны. В следующем туре Аталант играет Сириджины. Болония принимает на своем поле Ювентус, Кома Перуджи, Эмпали Кьеву, Интер, Милан, Модена Лацио, Рома Парма, Торина Пьяченца, Удина Забряча. Так что у Интера вот такой вот непростой график. Тут еще и Лига Чемпионов, четверть финала, но, впрочем, и у Милана тоже, и у Ювентуса тоже. А в этом матче все. 3-3. Ничья, Интер теряет два очка и свистом провожает вот о чем говорил Рекоба. Конечно, тяжело. Хотя 3-3 упустили победу, ведя 3-1, но по большому счету, наверное, ничейная была игра. В общем, Интер-то на победу хорошему не наиграл в этой встрече. 60 очков у Ювентуса, 55 у Интера, 52 у Милана, 5 очков преимущества действующего чемпиона Италии. Рома на восьмом месте 36 очков, на 3 она отстает от Удинеза, и по 36 очков сразу у трех команд это Рома Брэша Балон. Вот такие дела. В следующем туре Рома будет стараться обыгрывать на своем поле Парму. Очень непростой матч, и, кстати, тоже важный с точки зрения борьбы за места в Лиге Чемпионов и в зоне УИФ. А вообще, следующий тур такой достаточно во всех отношениях получается интересный. У всех лидеров сложные предстоят матчи. Для вас работал на этой встрече Георгий Черданцев. Спасибо вам за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...